Всех приветствую! Если кратко, то это видео о том, как я ремонтирую, а по сути полностью переделываю светодиодную подсветку у себя на кухне. И вместо вот таких светодиодных линеек я буду использовать обычную светодиодную ленту, которую запихну в корпус от вот этой линейки и запитаю от какого-то 12-вольтового блока питания. Собственно, на этом все, и если вам дальше не интересно, то можете видео выключать. Но если хочется немного подробнее, то пожалуйста, оставайтесь и смотрите. Не буду вас от этого отговаривать. В общем, суть в чем. Да, действительно, у меня на кухне была вот такая светодиодная подсветка. Сделал я ее примерно год назад. На канале это не показывал, потому что ну что там показывать. Взял, купил две вот таких светодиодные линейки. Одна на 60 см, вторая на 90 см. Прикрутил, включил и в принципе оно заработало. Ну правда, оно работало с мерцанием, потому что здесь нет никакого сглаживающего фильтра. Ну и недостаток такой схемы, то что светодиодная лента мерцает с частотой удвоенной частоты сети. То есть 100 раз в секунду светодиоды загораются и тухнут. Это как бы не очень приятно. И поэтому вот эти линейки я запитал через дополнительный выпрямитель. То есть взял обычный диодный мост с конденсатором и через них это все питал. То ли из-за этого, то ли из-за низкого качества. Качество тут действительно невысокое, линейки дешевые. В общем, по какой-то из этих причин, а может по обеим сразу. Данная штука работала около года. Ну а потом с интервалом в несколько дней сдохла сначала одна линейка, потом вторая. Ну и теперь нельзя сказать, что они совсем не работают. Они-то светятся, но яркость что-то как-то совсем низкая. И такое резко произошло сначала. Одна линейка вот так вот сломалась, потом вторая. Ну и что я хочу сделать? Вместо того, чтобы разбираться, что тут за драйвер, как он настроен, какие тут светодиоды, какие из них рабочие и не рабочие. В общем, вместо того, чтобы долбаться с вот этой всей фигней, я решил просто взять светодиодную ленту самую обыкновенную и вшунуть ее в этот корпус. Тут, видимо, светодиоды расположены на плате. Я думаю, просто к обратной стороне этой платы прилепить ленту, плату, соответственно, перевернуть и засунуть обратно. Думаю, работать это будет. Если оно сюда физически влезет, то, собственно, куда оно денется? Ну и, естественно, запитываться будет не напрямую от сети, а от постороннего блока питания. В общем, ничего сложного. Но что меня тут немножко настораживает? Приобрел вот такую светодиодную ленту. Ну, в общем, лента как лента. Достаточно дешевая. У меня тут вопросы к производителю возникли. Вот такой вот производитель, некий Aperon Electrics. Наверное, это так читается. Вот у них сайт есть, все дела. Ну и заявленная мощность 9,6 ватт на метр. Учитывая, что тут 5 метров, то мощность должна быть 9,6 умножаем на 5. Получаем 48 ватт. 48 ватт при напряжении 12 вольт должно нам дать ток в 4 ампера. Ну давайте же проверим, соответствует ли лента заявленным характеристикам. Я беру свой блок питания, выставляю на нем 12 вольт. В том, что у меня прибор вот этот правильно показывает. Мы можем убедиться с помощью другого прибора. Подключаем его сюда. У меня действительно тут 12 вольт в пределах погрешности. Есть небольшая разница, но тем не менее. В целом, показания правильные. Ну а теперь берем, подключаем эту чудо-ленту. Мы ожидаем увидеть ток 4 ампера, да? Ну давайте посмотрим. Подключаем. И видим ток 1,5 ампера. Причем ручку тока я могу крутить как угодно, больше он от этого не станет. То есть при напряжении 12 вольт ток 1,5 ампера. Давайте умножим 12 на 1,5. Это я еще округляю немножко в большую сторону. Ток мы, кстати, можем проверить еще мультиметром. Давайте, может у меня приборы врут. Давайте уберем мультиметр, включаем его в режим измерения постоянного тока. Ну и меряем ток. Я думаю, сейчас он будет немножко меньше за счет сопротивления щупов, но не суть. Ну да, он упал до 1,2. Но в любом случае это далеко не 4. В общем, давайте я 12 умножаю на 1,5. Получается 18 ватт. Ну, поделим на 5 метров. Получим 3,6 ватта на метр. Заявлено 9,6. Вот вопрос к производителю, собственно. А как так вышло? Производитель, если ты меня смотришь, уточни, пожалуйста. Может я криворукие что-то делаю не так, но вот у меня такие характеристики получаются. Ну да ладно. От дешевой ленты ничего большего я не ожидал. Работает и ладно. Давайте я немножко сюда уберу. Может меньше засвечивать кадр будет. Ну и еще что заметил, что от напряжения очень сильно зависит ток. То есть я буквально на вольт поднял, уже 1,7. Или давайте там сделаю 11, вот пожалуйста, 1 ампер вообще. Ну то есть такое себе. Очень сильно зависит у нее мощность от напряжения. Ну да ладно, оставим это на совести производителя. В принципе, меня это устроит в любом случае, лишь бы работало. Сначала надо вот эту линейку разобрать. Я думаю, что разбирается она достаточно просто. Вот эти наконечники, наверное, приклеены. Ну и если их просто потянуть, то можно будет их, соответственно, сдернуть и вытащить внутренности. Я временно прикрутил вилку для того, чтобы на видео показать, как это работает. Сейчас мне эта вилка нафиг не нужна. Так, ну и теперь пытаюсь это разобрать. Ух ты. А оно берет и разбирается вообще без проблем. Ну это даже хорошо. Так, смотрим. Давайте посмотрим, что тут. Ну в общем, тут ряд SMD-шных светодиодов на алюминиевой плате. То есть, в принципе, довольно так-то сама по себе неплохая конструкция. Плата может работать как радиатор, светодиоды будут хоть как-то охлаждаться. Как бы сделано даже нечеток прилично. Ну и здесь диодный мостик. То есть, вот диодный мостик. Это, очевидно, какой-то резистор. Наверное, это токозадающий резистор, по номиналу которого вот эта микросхема драйвера определяет, каким током надо светодиоды питать. Ну и кондерик мелкий, SMD-шный. Я думаю, что это импульсный какой-то драйвер. И он, выходящий ему сигнал, ну то есть, сетевое напряжение сглаженное или нет, в данном случае не важно. Он его шимит. Ну и для сглаживания шимки используется вот этот конденсатор. Он сглаживает высокочастотные пульсации. Ну вот низкочастотные пульсации от сети тут сглаживать нечему. Поэтому лента мерцает без выпрямителя. Но если бы тут не было драйвера, то от выпрямителя, питаясь, она светилась бы ярче, чем от просто сетевого. Но она светилась не ярче, то есть, драйвер тут в принципе нормальный, ток должен ограничивать. Но, тем не менее, или он сдох, или диодный мост сдох, или, в общем, что-то тут сдохло. Но я не буду с этим разбираться. Я просто наклею ленту. Поэтому переворачиваю вот эту штуку. Ну и сейчас мне надо будет что? Мне надо будет отмотать кусочек ленты. Так, вот этот вот разъем тут поставили. Молодцы, конечно, спасибо. Но мне он не нужен. Поэтому я, пожалуй, его сейчас отпаяю. Пока грелся паяльник, я прозвонил диодный мост, и вроде как он живой. То есть проблема, скорее всего, или в светодиодах. Я думаю, они соединены здесь последовательно. Ну и какой-то из них, может, умер. Или проблема в драйвере. Мне кажется, что все-таки больше в драйвере. Ну да ладно. В любом случае, сейчас я могу родные провода отпаять, чтобы они мне не мешали. И на обратную сторону я могу приклеить ленту, предварительно срезав с нее вот этот вот разъемчик. Да, если вы узнали, что это за синие бокорезы, то ваши догадки верны. Но об этом ближе к концу видео, конечно. Я не хочу откусывать вот этот провод с разъемом. Мало ли, может, где-то он мне еще пригодится. Поэтому я его аккуратненько отпаяю. Ну и теперь осталось только откусить нужное количество ленты и приклеить ее. Так, нужное количество это сколько? Это вот столько. Ленту, конечно, можно резать не в любом месте, а только в специально обозначенных местах. Ну, например, вот здесь. Я ее чикну. Чикайся давай. Все. Я ее чикнул. Ну и теперь ее можно приклеить. Какой стороной, в принципе, не важно. В любом случае, планку можно и так и так засунуть. Аккуратненько клею эту ленту. Ну, а оригинальная плата, так как она из алюминия, она будет частично помогать отводить тепло. То есть тепло от светодиода будет рассеиваться немного вправо-влево. Ну и рассеиваться в итоге всей площадью этой пластины. Ну вот, как-то так я ее приклеил. И для того, чтобы ее подключить к блоку питания, мне надо теперь вывести провода наружу. Ну вот сюда. Ну, для этого какие-то провода надо, конечно, к ленте припаять. Можно эти использовать, но мне не нравится то, что они одноцветные. Лента же все-таки питается постоянным током, но ей важна полярность. Поэтому сейчас найду какие-то разноцветные провода и припаяю их сюда. Так, ну вот такой кусок провода я припаяю. И для начала я его, пожалуй, продену вот сюда. Вот так это лучше сделать. Просто с учетом того, чтобы у меня эта крышка правильно закрылась. Ну и теперь черный провод я паяю к минусу. Вот сюда вот. Да, спонсор данного видео советский паяльник. Он плох тем, что очень сильно греется ручка. Я на него даже нацепил с какого-то китайского паяльника вот такую резинку, но она не особо помогает. Но плюс в том, что он питается вот такого трансформатора. Да, я добавил сюда неонку, чтобы видеть, когда я его включил. Чтобы не забывать его выключить при этом. Он питается от трансформатора, благодаря этому он довольно безопасный. То есть если тут на корпус его что-то пробьет, то ничего страшного, током не ударит. Ну и вообще у него гальваническая развязка от сети. Так что в этом плане он, конечно, хорош. Но вот то, что ручка греется, ну это вообще нехорошо ни разу. Да, в общем припаял. Тут надо следить за тем, чтобы оно плату не замкнуло. Но, мне кажется, тут не замкнет. Можно, конечно, прозвонить для гарантии. Где-то был мультиметр у меня. Вот он, давайте попробуем. Мало ли что. Нет, не замкнул. Значит, все хорошо. Ну и теперь очень сложная часть работы. Надеваю корпус. И вставляю вот эту штуку сюда. Ну, в общем-то, все. Переделка завершена. Можно посмотреть, как оно будет работать. А для этого сначала надо провода зачистить. Так-с. Ну и пойдет. Врубаем. Работает. Светит. Нормально. Мне кажется, немножко хуже, чем в оригинале эти линейки светили. Но да пофиг. Главное, что свет есть. Сильно много мне его там и не надо. Ну и теперь совершенно аналогичным образом переделаю вторую линейку. Она отличается от первой только тем, что у нее длина больше. Вот и все. Так. Какой стороной? Вот этой стороной. Сунул. И припаял. Ну, как-то так. На всякий случай еще раз прозвоню. Этот не замыкает. Этот не замыкает. Все хорошо. Ну, все. Последний штрих. Все. Скрутил две этих полоски вместе. Ну и хочу посмотреть, какой ток оно примерно будет потреблять. Ну, примерно 0,6 ампера. То есть, ток довольно низкий. 12 умножить на 0,6. Где-то ватт 7 получается мощности, да. Ну, при более низком напряжении будет чуть поменьше. При более высоком, если, допустим, где-то 12,5 у него будет, то 0,7 ампера. Ну, такое себе. Не, ну, светит, в принципе, неплохо. И главное, что, так как это уже постоянный ток, то тут никакого мерцания не будет. Ну, при нормальном блоке питания, конечно. А теперь по поводу блока питания. Естественно, постоянно питать подсветку от лабораторника очень неудобно. Поэтому вместо него я буду использовать вот такой блок питания. Как видно, он от чего-то Хьюлетт Паккардовского. Ну, Хьюлетт Паккард сам блоки питания, насколько я знаю, не делает. Его делает для них Data Electronics. По-моему, это блок от сканера какого-то старого или типа того. Ну, не важно. Важно, что у него выход 12 вольт 1,6 ампера. Ну, и штекер я от него отрезал когда-то. Для себя пометил, что черно-белый провод это плюс. Ну, я, в общем, буду использовать для питания вот такой блок питания. Да. И он подключается к сети посредством обычного компьютерного провода. С вот таким разъемом. Но для того, чтобы его было удобнее включать-выключать, я этот провод немножко переколхозил. Добавил ему вот такую вилку с выключателем. Выключатель с подсветочкой. Но, правда, качество у него довольно низкое. Пришлось подгибать контакты, чтобы оно нормально работало. Ну, пока что я поставлю вот этот кабель, но это временное решение. Потом я думаю купить вот такой разъем и сделать другой кабель, на который поставлю вот такой выключатель. Ну, в общем-то, вот так это будет подключаться. Минус у меня какой? Белый. Да, минус у меня белый. Значит, вот это вот сюда я просто хочу проверить сразу, как оно будет работать. Ну, хотя работать оно будет нормально. Блок питания исправен. По мощности он получается примерно с трехкратным запасом. Ну, как видно, все работает. Правда, запускается он не сразу, а с некоторой задержкой. Где-то полсекунды. Ну, ничего страшного. Это нормально. Так что данный блок питания с данной подсветкой работать будет, чего и следовало ожидать. Ну, а крепить этот данный блок питания, чтобы он мне там не мешался, я буду к шкафчику. А для того, чтобы крепить к шкафчику, я буду использовать вот такие крепления. Ну, и я их распечатал на 3D принтере. Да, я недавно приобрел себе 3D принтер Ender 3 Pro. Ну, и вот отсюда и такие синие бокорезы. Они идут практически со всеми 3D принтерами. Ну, и по-быстренькому в компасе я набросал вот такие вот крепежки. Они вот так вот ставятся с одной стороны и с другой. Ну, и притягиваются. Сбоку это выглядит вот так. И вот эти вот типа ребра жесткости, они заодно служат креплением блока питания, как бы чтобы он не съезжал туда-сюда. И если вот так вот два крепления установить, то никуда он не денется и будет крепиться достаточно надежно. Ну, и все, собственно. Мне осталось только смонтировать это все у себя на кухне. Но это я уже не буду показывать. Как бы в этом нет уже ничего особенного. Так что на этом видео буду заканчивать. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok